На международной выставке Экспо-2017 в Астане прошел Национальный день Франции. В рамках праздника гостей ждала насыщенная культурная программа. Выступили известные французские музыкальные коллективы и театральная труппа. В самом же павильоне представлены новые разработки в области возобновляемой энергетики. На праздники французской культуры и передовых технологий побывала и наша съемочная группа, а также мой коллега Адильхан Сахари. У Франции один из самых больших павильонов. Его площадь больше тысячи квадратных метров. Здесь раскинулся целый технологичный эко-город. Лучшие французские компании в области возобновляемой энергетики представили свои последние разработки. К примеру, эко-мобиль Peugeot Quartz. Это модель, основанная на гибридном моторе, работающем как на топливе, так и на электричестве. Салон сделан из нетрадиционных сплавов, а обшивка из экологически чистого материала. На выставке также представлены технологии, которые применяются в умных городах. Это и декоративные плиты с электронным динамичным рисунком, и инновационный бетон, на котором можно выращивать растения, и технологии, позволяющие получать энергию из бытового мусора. Это удивительное событие. Все организовано на высочайшем уровне. Впечатляет и павильон Казахстана. Это настоящий футуристический павильон. Поэтому мне хотелось бы поздравить вашу страну и ваш народ с таким грандиозным успехом. Казахстан и Франция – давние экономические партнеры. Объем торгового оборота между двумя странами пару лет назад превысил 4 миллиарда долларов. В нашей стране работают 128 французских компаний. Эти связи только крепнут. Тому подтверждение подписание в Национальный день Франции договора между казахстанским и французским предприятиями. Гости павильона Франции также оценили новинки по достоинству. Это мой первый раз. Я только сегодня с утра приехала. Первое впечатление просто грандиозное. Выставка экселент. Я думаю, для страны любой – это очень большие возможности показать, что хочет. Культурно-познавательная программа французского павильона не ограничится одним днем. Для посетителей будут организованы семинары, мастер-классы и научные конференции на протяжении всех трех месяцев экспо.